Ну-ка, давай. Привет! Помахай ручкой! Привет! Всем привет! С вами Катя, мама маленькой девочки, А! Даши. И я являюсь еще и человеком, который недавно, ну как вы уже могли заметить, пережил такую достаточно сложную беременность и тревожную. И я очень переживала, волновалась. У меня был очень сильный страх потерять эту беременность. И так как я все-таки смогла его преодолеть, я знаю, как это трудно, и хочу поделиться с вами своими, так сказать, методами по преодолению страха. Итак, как же себе помочь в период страха потерять беременность? Ну, во-первых, и самое главное, постараться себя не накручивать, чтобы вот эта тревога, она как снежный ком не нарастала, не нарастала и не становилась такой огромной-огромной. Потому что, когда вы находитесь в ситуации страха и в ситуации стресса, у вас вырабатываются гормоны этого самого стресса, и находитесь в такой ситуации не вы, а еще и малыш, который не представляет, он еще не знает, как справиться с этим стрессом, и только вы здесь можете помочь ему. Поэтому просто думайте о своем малыше, что все будет хорошо. Как это не больно, но звучит, все будет хорошо, потому что какая бы ни была сложная беременность, в большинстве случаев, вот скажу на своем опыте, потому что я 6 месяцев лежала на сохранении и видела всякие-всякие разные беременности там, и в большинстве случаев, в огромном проценте этих случаев, эти беременности заканчивались потом хорошо. Я с девочками поддерживаю отношения и знаю, что детки родились, и все у них благоприятно сложилось. Сейчас медицина очень хорошо развита, и врачи знают, как помогать беременным доносить эту беременность благоприятно, и чтобы все закончилось родами. Следующий немаловажный момент, это нужно постараться как можно меньше сидеть на всяких там женских, мамских и будущих мамских формах про беременность, где зачастую очень-очень много негатива сливается, то есть все, что они переживают, какие стрессовые ситуации у них случаются, они все сливают туда. И я по себе заметила, как только я начинаю вот это все читать, я себя накручиваю, а это все может произойти со мной, да нет, зачем же, у меня совсем другая ситуация, со мной это вообще не произойдет. У меня все будет хорошо. Вот таким вот образом себя настраивайте, и не смотрите вы, что они там пишут. Лучше отвлечься как-то, лучше взять и это время, которое свободное высвободилось, посмотреть какой-нибудь хороший фильм, какую-нибудь комедию, что-то легкое, что-то интересное для вас, отвлекающее. Лучше как-то отвлечься. Вот можно заняться чем-то интересным для вас, тем, чем вы давно хотели заняться, но у вас было много работы, например, вязать, шить, вот вы пинеточки свяжете для своего малышка, будете думать о них энергетику такую хорошую посылать, что у вас родится малыш и так далее и тому подобное. То есть стараться отвлекаться от негатива и настраиваться только на положительные эмоции. И третье, это ситуация, которую тоже прожила я, когда попала на сохранение. Что делать, если вы попали на сохранение? Дело в том, что когда вы находитесь на сохранении в больнице, как правило, туда попадают женщины с проблемами, с проблемами беременности. Если это гинекология, не дай бог, так это еще и со всеми остальными другими проблемами. Поэтому тут дело такое, что волей-неволей вы видите их проблемы и переживаете их вместе с ними. Особенно девушки собираются вечером в палате и думают, что бы поделать, давай-ка мы обсудим, что ой, у меня тут все кровит, уже третий день не останавливается, а у меня мажет, а у меня тонус, у меня схватки идут тренировочные, никак не закончатся, у меня то, у меня все. И вот этот весь слив информации идет к вам. Зачем вам все это? Ну, вы, хочешь не хочешь, вы это слушаете, поэтому, когда наша врач, она очень умная женщина была, попала с ней во все очень хорошие больницы, и там я нашла выход из этой ситуации, как это ни странно звучит, потому что у них был там психотерапевт, и они всех нас, всю нашу палату дружно посылали к психотерапевту, но не потому что мы, а потому что просто беременные в состоянии стресса, это страшная вещь. Мне не понравилось у психотерапевта, и она мне не особо помогла, честно сказать, потому что она меня заставила пережить еще раз, вспомнить все эти эмоции, я у нее даже плакала. Она начала копаться в этой ситуации, разбирать, но один все-таки правильный, хороший совет она мне дала, даже два, и вот я вам их тоже передаю. Самое первое, она сказала, что проводились исследования среди больных, и выздоравливали те, которые лежали в больнице, и лежали они около окна, и смотрели на небо, как плывут синие облака, а еще лучше, если они при этом рисовали небо. Так вот, такие больные выздоравливали гораздо быстрее, чем те, которые лежали там у стеночки в середине, и не видели небо, не видели природу. То есть, если вы уж попадаете в больницу, занимайте коечку у окошка. И второе, то, чтобы все больные в палате не разговаривали, или там беременные, не разговаривали о своих недугах, и не сливали негативную информацию таким образом друг на друга, и не волновались за каждое такое проговоренное вслух негативное, негативный отзыв о своей либо о чужой беременности, взимается штраф. На самом деле это смешно, но очень круто действует, правда. У нас сразу все разговоры прекратились плохие такие, мы только о всяких разных приятностях начали разговаривать. Штраф 1 рубль. За каждое плохое слово штраф 1 рубль. Или там плохую мысль, штраф 1 рубль. И потом все эти рубли сыграются в одну копилку дружную, и всем покупаются, девчонки покупают в буфете бананы, и едят эти сладкие бананы, которые вообще сами по себе сладость, она же способствует хорошим эмоциям, выработке там эндорфинов и так далее. Мы так и сделали. Это действует, реально действует. А я еще, наверное, посоветовала, чем мы будем перемывать вот этот весь негатив, что у кого там что болит. Мы лучше будем учить, например, какие-нибудь стишки для своих будущих детей или пальчиковые игры. Вот, кстати, одна интересная пальчиковая игра, которую я выучила именно будучи беременной, мне сейчас очень хорошо пригождается. Всех помощников опять надо быстро сосчитать. Этот брат дрова рубил, этот братец щи варил, этот брат готовил кашу на семью большую нашу, этот веником махал, чисто-чисто подметал, ну а этот маленький спал у нашей маменьки. Мня-мня-мня. Так что можете скачивать пальчиковые игры, можете скачивать стишки, частушки, прибавлутки, сказки, которые вы будете с детьми потом рассказывать. Можете делать там, оформлять какой-нибудь альбомчик, какую-нибудь книжку для будущего ребенка, вязать ему пинетки, шить. В общем, настраивайтесь на том, что вам нравится, что вам приносит удовольствие. И желаю вам хорошо, и удачно доносить вашу беременность, и родить здоровенького малыша. Надеюсь, вам мои советы были полезны. Если да, то ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. Ну все, пока!